Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал China by Marina! И сегодня я вам раскрою всю свою жизнь, покажу где я живу, сколько и за что я плачу, почему я живу в саду и какие бывают гардены в Китае. Поэтому смотрите это видео до конца. Погнали! Ребят, это вот такой вот у меня двор, который называется гарден. Это вот главный вход. В общем, главный вход пока что нельзя, но там получается каждый день открывается только утром, в обед и вечером. По два часика и все. Поэтому сейчас мы идем на другой вход. Вот, и там все дыхранники, просто сейчас опять у нас коронавирус, опять новое будущее в городе Шенчжэнь, где я и живу. Поэтому всегда у нас по QR-кодам нужно делать тест каждые 24 часа, то есть каждый день, что я делаю. В общем, сейчас идем на другой вход. Вот, мы пришли к другому входу, здесь водохраники. Ни ха, ни ха. Ай! Ай! В общем, мы как-либо воркор, зеленый, 23 часа, мы должны сканировать. Ай! А, смотри! Вот, сейчас я покажу, как я по лицу открываю дверь. Та-дам! Добро пожаловать, мои гарды! Так что вы, мы в нашем саду, в моем саду, в моем саду, в моем саду, я в 7 году, кто мне сад свой, я живу там. Сейчас я вам проведу экскурсию. У нас очень-очень много чего есть, я же говорю, что можно просто жить здесь, не выходя за пределы вообще двора. В общем, этот картон, этот сад, этот двор, он в основном тут все семейные люди, там бабушки, дедушки и я. Аппарат, который воду набирает, вот, девушка уже набрала. Так что в Текине тоже такой же был, просто здесь либо по карточке, которую прикладываешь вот сюда, вот, в карточку, вот, либо я сканирую, опять, QR-код, у меня вот лечат, либо Alipay. Вот, а что я тут раз в 4 дня сюда захожу. У нас тоже во дворе бассейн. Мяу. Вот, где я обычно купаюсь иногда, плаваю. Вот, вот, вот здесь дети. Мяу-хай! Вот, и оно получается, когда жарко, поэтому они сделали такую вот, типа, навеску. Вот, поэтому здесь я купаюсь, я-то тоже купалась недавно. Я же вот здесь вот. Вот дети маленькие бегают. Мы братья-близнеца. Хотя они все близнецы. Но они точно близнецы. Проверим. Вот у нас пальмы растут. Статуи. Это, получается, главный ход, где я вам показывала сначала. Здесь, получается, даже велики стоят, можно по ссылке забрать в боксах. Это здесь музыкальная школа. Здесь учат на фортепиано играть. Вот это тоже вот медиа-компания здесь. Здесь музыкальная школа, наверное, она не может на каникулах. Это, получается, другая сторона, что там, посмотрите, я там еще не была, если честно. Здесь тоже могут учиться. А, здесь еще рисуют. Как интересно. То есть и музыкальная школа, и художественная школа, поэтому все можно здесь. Так что вот так вот рисуют китайские детишки. В общем, здесь еще, оказывается, школа шахматы. Смотрите, как у нас, да, шахматы. Мальчик катается на роликах. Пацаны в футбол гоняют. Можно пройти, чтобы не ударились к камеру. Здесь у нас тренажерные залы на улице. Очень крутые тренажеры, потому что здесь в основном они еще как массажеры идут. Вот, то есть это вот для спины, для шеи массаж. Вот все отдыхают. Вот знакомый хорок. Ни хау, ни хау, ни хау. Самое популярное вообще хобби – это играя в бадминтон. Вон все играют. Девочка не отбила. Опять братья-близнецы. В общем, здесь детская площадка. Тут детишки играют. Тут у нас очень старинное дерево. Получается такая парковка. И тут еще, получается, это электробайки. Они заряжаются здесь. Еще у нас вот теннисный корт есть для большого тенниса. Здесь пока никто не играет, но вообще играют. В общем, это очередь сдавать тест на коронавирус, потому что должны мы сделать это каждый день. Получается, вот такие вот боксы стоят для посылок. И ты сканируешь QR-код, и тебе дается посылочка твоя. Угадай тебе какой ящик. Возле него прям. Вот. Так забирают посылку. Такие вот стоят. Ну, не хватает места, в общем, для всех. А здесь у нас салон красоты. Спа. Я там тоже делала массаж. Сойдем, поздороваемся. Я забрала в свою посылку и думаю, показываю свою комнату. Здесь живу. Вот здесь я живу. И тут получается у нас реклама. Соседи. Посмотрим, как соседи живут. Это у нас по хлопку свет зажигается. Вот. Мы наши двери. Здесь живу. Это получается значок счастья. Он перевернутый. Это по китайским традициям. Это получается, как бы, ключи. Ключи у меня вообще ни одного ключа нет. Тут у нас по паролю все. Это, типа, сразу как прихожая. Вот у нас здесь стол, где я иногда собираю своих друзей. Здесь два зеркала от предыдущих соседей. Вот. Здесь, получается, моя комната. Вот, сама первая. Здесь у нас кухня. Вот. Это, получается, общая. Общая кухня. Нас, получается, четыре человека живет. Вот. И мы все пользуемся кухней. На самом деле, современные китайцы, они не готовят себе. Они просто каждый раз заказывают доставку еды. Поэтому я тут постоянно готовлю. Там, по хозяйкам, на кухню. Вот так. Вот. На самом китайцы, они сидят по своим комнатам. Так что сейчас познакомлю вас с соседями, если они дома. Вот. А что? Вот моя комната. Здесь, получается, чайная марина. Это прошел Новый год китайский, мне написали. Вот. И здесь у нас четыре двери, четыре комнаты. Но моя комната номер пять. Потому что, в общем, в Китае число четыре, это ассоциируется словом смерть, как ссы. То есть четыре это ссы смерть. И поэтому они не любят это слово. Иногда в лифтах нет четвертого этажа. Вот у нас, допустим, нет комнаты номер четыре, но комната номер пять есть. Тут тоже девочка живет, китаянка. Другая девочка, китаянка. И парень. Он айтишник сидит дома. А почему они стесняются говорить привет на камеру? Вот. Вот здесь, получается, ванная. Я. Ну вот. Опять-таки, это шеринг. Это, то есть, я снимаю комнату. И для... Ну, мы как бы все вместе. В общем, в Китае обычно нет этой перегородки, нет душевой кабинки. Просто душ и туалет сразу. Все. Кстати, по сервису. Если что-то сломается, то все бесплатно. Они нам могут починить. То есть, как бы, это такая компания. И также к нам два раза в месяц приходит, упорщится и убирает. Все, все, все. Это как бы только общий зон. То есть, не наша комната. Но она все убирает. Опять-таки, здесь все на паролях. Вот. Вот моя комнатка любимая. Я здесь даже убралась сегодня. Здесь я живу. Здесь мой мир. Вот соседи тут мои, которые всегда там наблюдают за мной. О, но я за ними. Ребята, в общем, такая комната, я снимаю за 2 500 в месяц. Плюс 300 юаней. Это как коммуналка считается. По поводу цены комнаты, конечно же, это немножко дороговато. Но так как получается у нас город, Шенжей, это очень-очень огромный мегаполис. И если ты чем дальше ты живешь от центра, тем дешевле. Но я считаю, что я плачу за комфорт. За то, что гарден такой крутой двор. И то, что мой универ совсем рядышком. Мне не нужно там трястись метро целый час туда-обратно. Поэтому я плачу за время, за сон, за удобство. Я считаю, что эта цена того стоит. Так что вот так вот я живу с такими шикарными условиями. Поэтому никогда не нужно ехать далеко. Спустилась вниз, и тебе и бассейн, и тренажерный зал на улице, и пенисный корт. Поэтому приезжайте в гости, когда откроются границы. А пока что ждите в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok